В Центре экономических исследований и реформ состоялось обсуждение вопросов достижения углеродной нейтральности и перехода на зелёную экономику. Мнение международных экспертов, представителей научно-исследовательских институтов и других позволили выработать предложения по ускорению работ в данных направлениях. В деталях разбирался Хандамир Хашимов. Низкоуглеродная экономика представляет собой переход на альтернативные источники энергии, благодаря чему достигается снижение эмиссии углекислого газа в атмосферу, что вдвойне важно на фоне бурной индустриализации, увеличения численности населения и сохранения экологических проблем в мире. В контексте разработки новых методик и практик немаловажно значение научного подхода. Его необходимость, а также то, какими способами можно повысить эффективность работы по достижению углеродной нейтральности в Узбекистане, обсудили зарубежные эксперты, представители исследовательских институтов и организаций. Для Узбекистана достижение углеродной нейтральности, мне кажется, задача на первый взгляд сложная, а с другой стороны возможная. Потому что потенциал зеленой энергии, возобновляемой энергетики в регионе огромный, возможности улучшения практик, например, в сельском хозяйстве есть. Эти возможности связаны с тем, что меньше будет нагрузка и на почвы, меньше будет выбросов парниковых газов. Есть наборы решений, и вот не зря мы подключаем к нашим мероприятиям специалистов из других стран, например, Аргентина и Бразилия. Во главу угла стояли вопросы применения передового международного опыта, анализа возможностей Узбекистана в плане перехода на зеленую экономику. Аргументированность фактов, мнений и оценок спикеров позволила четко определить приоритетные задачи, стоящие перед научными кругами. С этой целью с каждым днем растет число исследований, проводимых в области углеродной нейтральности. А для того, чтобы обсудить их результаты и отличия друг от друга, организуются подобные встречи, объединяющие в одном месте как местных, так и зарубежных специалистов сферы. Учитывая мнение участников, мы проводим разработку наиболее эффективных методов достижения целей. Доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе должна достичь 40%. Это также позволит нам обеспечить экономию ресурсов и снижение объемов выброса углекислого газа в атмосферу. Вот такие задачи, вот такого поиска путей, когда не в ущерб экономике и населению, и экологии, а в улучшении социально-экономических, экологических показателей, можно проводить эту работу. Это дело сложное. Во всем мире, а у нас есть богатый опыт, как минимум за последние 10 лет, такие стратегии мы помогали разработать более чем в 30 странах мира. Участники сегодняшнего семинара представляют очень интересные разработки. Я уверен, что в ближайшее время мы уже увидим следующие шаги. В ходе диалога прозвучало немало предложений, которые в перспективе смогут обеспечить комплексность работы по увеличению доли в общем энергобалансе страны экологически чистых источников энергии. По итогам дискуссии стороны были едины во мнении. Казательно разработки плана действий, определены механизмы и необходимые ресурсы для практической реализации намеченного. Продолжение следует...